Валюта 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 Должна быть гораздо более открытой, гораздо более интернациональной. Мы должны понимать, что успех к нам придет только если мы научимся быть открытыми и международными. Я буквально секунду отвлекусь. Я перед Новым годом попал в Политехнический музей спустя много-много лет после того, как в предыдущие разы там был на экскурсии. После этого я туда попадал, но не на экскурсии, а попал туда, поскольку он сейчас уже закрылся на реконструкции и прежним не будет никогда. Будем надеяться, что он будет лучше. Но я там провел несколько часов вместе со своими детьми и имел возможность посмотреть достижения России на протяжении многих веков, в том числе 18, 19, начало 20 века. И что на меня самое большое впечатление произвело, во-первых, этих достижений было много, и включая первый электромобиль, который, как выяснилось, был создан в России сто с лишним лет тому назад. И так далее. Но меня удивило, насколько это была открытая и интернациональная страна. Каждое второе и третье имя в перечне наших достижений – это иностранные имена. Лучшие инженеры, врачи, профессора приезжали в Россию. В этом смысле Россия тогда была круче, чем Америка сегодня. Это была абсолютно открытая страна, которая к себе притягивала, которая старалась вобрать себя лучше, и она на этом пути стала достигать успехов, которые, к сожалению, были прерваны известными историческими событиями в 2017 году. Но, тем не менее, страна была на подъеме, и путь к этому успеху был через открытость. Так вот, сейчас, возвращаясь к ответу на вопрос и к нашей сегодняшней теме, Международный финансовый центр, он потому и международный, что он присутствует в открытой стране и в открытом городе. Франкфурт, который 20 лет назад был довольно закрытым германским городом, сейчас отличается тем, что треть населения города не имеет германских паспортов. Третье население города, постоянного населения города – это иностранцы. Если хотим, чтобы в Москве был Международный финансовый центр, должны тренироваться, учиться и становиться гораздо более открытыми. Невозможность оставаться закрытыми и пытаться всегда что-то такое создавать. Это серьезный, в том числе, психологический челлендж. Это вторая часть наших проблем. Ну и третье – это общий вопрос инвестиционного климата. Наверное, это самая сложная часть нашей работы и самая долгосрочная. Означает ли это, что инвестиционный климат будет, дай бог, постепенно улучшаться, но совсем совершенным он станет еще, очевидно, не совсем скоро? Означает ли, что до этой поры не может возникать Международный финансовый центр в Москве, не может формироваться? Безусловно, может. Безусловно, может. Для этого требуется некая критическая масса позитива. Если мы вспомним историю других стран, когда в Нью-Йорке формировался Международный финансовый центр, по улицам бегали гангстеры, стреляли друг друга из автоматов, и губернаторы полиции были тотально коррумпированы. В общем, проблем там хватало. Но на другой чаше весов был позитив. Это была открытая страна, бурно развивающаяся экономика, высокой степени экономической свободы, и финансовый центр формировался в Нью-Йорке именно тогда, несмотря на гангстеров, коррупцию и так далее. Поэтому что нам надо? Я не к тому, что надо сохранять гангстеров и коррупцию, а я к тому, что нам надо создавать позитив, который перевесит все наши сложности. Поэтому это абсолютно реальная задача, мы по ней продвигаемся. Сейчас уже в правительстве на завершающей стадии находится новая дорожная карта. Но на следующий предстоящий период она вырабатывалась небюрократическими, вырабатывали вместе с участниками рынка. И она основана прежде всего на пожеланиях участников рынка, что им нужно для того, чтобы здесь в Москве развивался финансовый ДФ-3, формировался международный финансовый центр. Хорошо, что эта задача поддерживается политически, она поддерживается и президентом, и премьером. Тут недавно были высказывания, что эта идея невозможна, и что вообще зазря Дмитрий Анатольевич Медведев ее в свое время высказал. Хочу поправить автора этого высказывания, которому относился, безусловно, с уважением, что эту идею изначально высказал Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин утвердил первый план, будучи председателем правительства по формированию Международного финансового центра в Москве. И сейчас эта идея и президентом, и премьером поддерживается. В таких проектах, как вы понимаете, политическая воля означает довольно много. Поэтому я абсолютно уверен в нашем успехе, при этом абсолютно хорошо понимаю всю глубину проблем и их перечень. Это довольно сложное дело. Но я абсолютно уверен, что оно реальное, и мы находимся на правильном пути. Продолжение следует...